В Иркутской области стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ. Пройти его до конца учебного года вызвались почти 300 человек. В частности, сегодня принимали экзамены по географии и литературе. А пока выпускники готовились к главному тесту, родители тоже смогли проверить свои знания в формате единого государственного экзамена. Акция «Сдаем вместе» прошла в минувшую субботу в Ангарской гимназии номер 8. За школьную парту сел и министр образования Максим Парфенов. Кто сдавал один и государственный экзамен, тот знает, что итоговая тестация всегда сопряжена с серьезным эмоциональным напряжением. И дело не только в металлоискателях и проверке паспортов. Иногда мрачный настрой создают сами родители, пытаясь вынудить ребенка поскорее приступить к активной подготовке. Сегодня у взрослых есть возможность испытать эти ощущения на собственной шкуре. Мы стараемся родителям и просто взрослым, интересующимся системой образования жителям Иркутской области, рассказать о государственной итоговой аттестации в формате единого государственного экзамена. Для того, чтобы и взрослые попробовали, прошли как саму процедуру, как некую организационно-технологическую составляющую единого государственного экзамена, так и попробовали непосредственно, взяв в руки контрольно-измерительный материал, ответить на те вопросы, заполнить, побывать, так скажем, в роли сегодняшнего одиннадцатиклассника. Все российская акция «Сдаем вместе» проходит уже в седьмой раз. В этом году все желающие могли написать пробный тест по русскому языку. Все как на обычной аттестации. Правда, временно выполнение заданий, а также перечень вопросов существенно сокращены. Как пояснили в Министерстве образования, экзамен по русскому языку входит в число обязательных, поэтому родителям важно знать, что именно ждет их ребенка через несколько месяцев. Иногда, конечно, тоже ошибаюсь. И это немножечко напрягает. И хочется сейчас написать крамотно, правильно, не хуже детей. Старший мне вообще на 98 баллов написал. Это для меня недостижимый потолок, но хотя бы две трети от этого, я надеюсь, набрать. Не знаю. В Ангарске пробный экзамен по русскому языку сдавали более 50 человек. Среди них представители местной администрации, а также министр образования Максим Парфенов. Спустя 40 минут участники начали сдавать бланки экзаменаторам. Ну, интересно, конечно. Но сложные вопросы для меня, потому что я учитель начальной классов, конечно, многое. Но, в принципе, все можно сдать, если готовишься, то сдашь наверняка. Как сообщает правительство Иркутской области, все участники акции справились с тестовым материалом. Каждому вручили сертификат о прохождении пробного госэкзамена с указанием количества набранных баллов. Александр Вычков, Александр Черник. Местное время.